Как поймать волну зачисления? Не допуская тех ошибок, чтобы занять бюджетные места, секретарь приемной комиссии дал абитуриентам напутствие для успешного поступления в Казанский университет. Большой посыл для абитуриентов этого года — вникнуть в правила приема. Коллекцию музея истории Казанского университета скоро пополнят 3D-экспонаты. Выпускники химического института преподнесли в дар оборудование для оцифровки и создания моделей. Музей должен стать доступен. Туризм процветает. В Казань съезжаются студенты из 18 вузов страны. Какие маршруты предлагают гостям и как самому стать участником программы? Город очень понравился, все очень ухожено, очень красиво, много цветов. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. С 14 по 28 августа в городе Болгар пройдет Международная археологическая школа. Мероприятие организует Казанский федеральный университет совместно с Институтом археологии имени Халикова и Академией наук Татарстана. Участие примут более 50 человек. Учимся на чужих ошибках. Ответственный секретарь приемной комиссии Казанского университета рассказал, на чем прокололись абитуриенты приоритетной волны. Важна информация о необходимых документах и сроках их подачи в следующем сюжете. Приемная кампания в Казанском университете подходит к концу. Появились первые приказы о зачислении на бюджет, а документы до 19 августа принимаются лишь на контрактную форму обучения. Секретарь приемной комиссии напомнил, что для успешного прохождения конкурсного отбора следует уделить особое внимание наличию необходимого пакета документов. Были случаи, что абитуриенты забыли подать согласие и не были зачислены об этом. Они высказывали свои жалобы, но, к сожалению, в этом случае сделать ничего нельзя. Нужно соблюдать конкурсную процедуру и подать согласие в срок. У общего конкурса, у общей волны, это 11 августа до 18.00. Нужно прикрепить свое согласие на сайт, либо предоставить его лично. После 18.00 согласия приниматься не будут. Абитуриенты некоторые могут нарушить правила приема и подать согласие в несколько вузов. Такие будут пойманы и наказаны. То есть нарушать правила не следует. Следует определиться с выбором вуза, определиться с выбором направления и подать единое согласие, существующее в стране. По данным на 9 августа в Казанский университет подали заявление более 32 тысяч абитуриентов. В приоритетную волну попало 464 человека. Однако были и те, кто упустил бюджетное место из-за отсутствия согласия о зачислении. Большой посыл для абитуриентов этого года – вникнуть в правила приема. Я понимаю, что для нас этот процесс ежегодный, он является, может быть, рутинным. Для абитуриентов этот процесс происходит единожды в жизни, он знаковый и большой, и к нему нужно подготовиться соответствующе. То есть прочитать и узнать все даты о зачислении, узнать свои права, узнать, какие сроки подачи, узнать, какие документы нужно было бы подать, потому что документы мы уже не принимаем. Мы закончили прием документов до 20 июля, сейчас мы принимаем только заявление о согласии на зачисление. Результаты зачисления абитуриентов общей волны станут известны 17 августа. А 23 и 30 августа появятся в списке тех, кто прошел отбор на контрактную форму обучения. Ариадна Кугушева, Радмир Софиулин, Универньюз. Выпускники Химического института Казанского университета Виталий Федоренко и Александр Прозиркин приобрели для Музея истории Казанского университета уникальное современное оборудование, которое позволяет оцифровывать и создавать 3D-модели музейных предметов. Музеи Казанского университета сейчас активно внедряют в свою деятельность инновационные решения мультимедийной технологии. Цифровой фотоаппарат, сканер для пленок и стеклянных пластин, профессиональное фотооборудование, ноутбук и стол для 3D-съемки пополнили список оборудования музея. Благодаря современному мультимедийному оборудованию, которое музею истории подарили Александр Прозиркин и Виталий Федоренко, можно создать цифровую музейную IT-лабораторию. Они являются кандидатами наук. Работали впоследствии в научно-исследовательском институте имени Александра Михайловича Бутлерова под руководством Юрия Григорьевича Штырлина. Именно он, как их учитель и руководитель, обратился к этим выпускникам университета, которые сейчас уже являются частными предпринимателями. Многие сотрудники музея истории Казанского университета прошли онлайн-обучение в школе цифрового развития музеев в проекте «ИКОМ России». Потому что музей должен стать доступен, должен быть открытым для разных категорий посетителей. Ну а в связи с нынешней ситуацией, с COVID-19, музей должен быть больше представлен в сети интернет. В фонде музея большое количество стеклянных фотопластинок, пленочных фотографий. Экспонаты музея будут оцифрованы и будут доступны на сайте университета через онлайн-коллекцию. По словам Светланы Фроловой, сейчас традиционные представления о музеях ломаются. Сотрудник музея истории Гафаров Алихан, этим летом он поступает в аспирантуру Института международных отношений. Именно он стал делать 3D-модели на этом оборудовании в музее. Также цифровая музейная лаборатория станет учебной базой для студентов Казанского университета, которые смогут научиться IT-технологиям в сфере культуры. У сотрудников других музеев Республики Татарстан появится возможность повысить свою квалификацию на базе университета. Энджима Небаева, Хафиз Гараев, Универньюз. Казанский федеральный университет продолжает принимать гостей в рамках программы студенческого туризма. На сегодняшний день в ней участвуют 18 вузов страны. Представители принимающих университетов знакомят гостей со своим учебным заведением, а также предлагают им различные туристические маршруты. Студенты каких вузов в этот раз посетили Казань, узнаем в сюжете. В этот раз Казань посетили 6 студентов из разных уголков России. Студенты Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Пермского государственного национального исследовательского университета, Уральского государственного медицинского университета, Башкирского государственного университета. Все они приехали парами и заселились в двух местных комнатах в студенческом кампусе деревни Универсиады. Четверокурсница Вероника Сройкова из Перми, выбирая между Владикавказом и нашим городом, решила остановиться на Казани. Лично я ни разу не была здесь и много слышала об этом городе, о том, что он очень красивый, что это третья экономическая столица России. И все, кто здесь были, отдыхали, все очень довольны этим городом. И я решила сама, своими глазами посмотреть всю его красоту. Для путешествующих студентов подготовлено несколько форматов культурно-туристической программы. Они могут следовать предложенным маршрутам или же составить свой уникальный. Студентам предлагается посетить Казанский Кремль, Старо-Татарскую Слободу, Кремлевскую набережную и другие интересные места в городе и республике. Но ключевой точкой, конечно, является КФУ. Сотрудники Музея истории Казанского университета проводят бесплатную экскурсию для всех прибывших. Город очень понравился, все очень ухожено, очень красиво, много цветов. Побывали мы в Кремле вчера. Сегодня посетили парк Горького и Национальную библиотеку. На этой неделе в КФУ планируют прибыть еще несколько групп студентов-путешественников из разных высших учебных заведений России. Возможность посетить российские города есть у каждого студента. Для этого нужно заполнить заявку на информационной платформе studtourism.rf. Елизавета Никитина, Радмир Софиулин, Универ Ньюс. Организм человека регулярно теряет определенное количество витаминов и полезных веществ. Одним из них является витамин С. О том, как восполнить дефицит витамина С в организме, смотрите в следующем сюжете. Витамин С Витамин С – это водорастворимый витамин, который выполняет очень важные биологические функции в организме человека. В первую очередь, это очень сильный антиоксидант, то есть природный щит для организма, а также стимулятор иммунной системы. Поэтому при любых заболеваниях очень важно принимать высокие дозы, и когда вы начинаете себя плохо чувствовать, болезнь даже иногда можно купировать приемом, ну скажем так, максимальной суточной дозы, там, в качестве одного грамма. Лучшие воздействия на организм витамин С оказывает в совокупности с другими группами витаминов. К примеру, механизм защиты от высокого давления связан как раз с его антиоксидантными свойствами, то есть защитой от окисления жиров, которые могут налипать. Окисленные липиды являются первоисточником формирования атеросклеротических бляшек в первую очередь, и, собственно, процессы закупорки сосудов, они так или иначе будут приводить к повышению давления. Поэтому один только витамин С не сможет защитить от повышения давления, потому что высокое давление – это многофакторная патология и не всегда связано с употреблением или недостатком отдельных витаминов. В весенний период Ольга Кравцова рекомендует классические источники витамина С – аскрутин и аскорбиновая кислота с глюкозой, а также можно заварить шиповник. Это не только полезно, но еще и вкусно. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова